Слабый пол, но с сильной позицией участницы Женской палаты депутатов региона провели очередную встречу. В повестке вопросы, ответы на которые помогают искать и власти. Диалогу в этот раз присоединился Александр Цибульский. В сентябре 2014 года, когда Женская палата еще только создавалась, о достижениях и сверхзадачах никто не думал. Главное было проложить мостик между проблемами на местах и возможным их решением на региональном и федеральном уровнях. Поэтому все эти 7 лет работа Женской палаты строилась с учетом самых важных вопросов развития региона. Это и экономика, и политика, бизнес и административное управление. Сегодня роль женщины, роль женщины во всех отраслях и в политике, и в бизнесе, и в административной работе, и в промышленности серьезным образом растет. Это показывает даже статистика, если посмотреть, то с каждым годом, даже если брать чисто депутатский корпус, то все больше и больше женщин у нас становятся депутатами. То, что слабый пол выстроил сильную программу работы, уже неоспоримо. Но драйверами развития стать сложно, если нет опоры на тех, от кого зависит принятие судьбоносных решений. Депутат Госдумы Елена Вторыгина подчеркнула важность такого сотрудничества. Всегда, и сегодня, видите, присутствуют министры, какой у нас вопрос стоит по направлению, всегда они с нами, независимо в Архангельске мы заседаем, или там, не знаю, в Приморском районе, или в Холмогорском. Они всегда выезжают с нами, встречаются, отвечают на все вопросы наших женщин. Это очень правильный посыл. Повышение профессиональной компетенции депутатов городского и районного уровней, выстраивание эффективного взаимодействия с властью, участие в проектной работе. Вот лишь некоторые задачи женской палаты. Время бросает новые вызовы, но здесь их не боятся, ведь все участницы увлечены делом не из-за каких-либо материальных соображений, а по зову сердца. Артемий Заварзин, Регион 29.